В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. МВД информирует, что ситуация в приграничных районах Баткенской области сегодня стабильная. В сообщении ведомства отмечается, что безопасность граждан в регионе находится под полным контролем силовых структур. Об этом же сообщает и погранслужба ГКМБ нашей страны. Програничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии Кыргызско-Таджикской государственной границы. Также отмечается, что стороны полностью завершили отвод войсковых подразделений и военной техники вглубь своих территорий. Меж тем сообщается, что жители эвакуированных сел потихоньку возвращаются в свои населенные пункты. Однако многим семьям возвращаться практически некуда. Там, где они прежде жили, остались обгоревшие руины и развалины. Таджикские захватчики, словно фашисты, за время оккупации кыргызских сел уничтожили десятки жилых домов, школы и детские сады, автозаправки и магазины, фельдшерские пункты и милицейские отделения. Отметим накануне глава ГКМБ, а сегодня аппарат президента сообщили, что все разрушенные и пострадавшие дома будут восстановлены за счет нашего государства. Напомним также, что в ночь на минувшее воскресенье был подписан протокол межправкомиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, подробности которого были неизвестны. Как сообщил журналистам Камчебек Ташиев, Кыргызстан и Таджикистан сохранят земли, которыми владели до начала конфликта на границе. Сегодня, говорят правоохранители, обстановка в Баткенской области стабильная. Стычек между жителями двух стран этой ночью не было. Это результаты обстрела баткенских сел таджикской стороной. Большинство домов еще предстоит восстановить. Ожидаются и перебои с электричеством. Но местных жителей такие трудности не пугают. Главное, что на их земле снова мир. Сожженные деревни, плачущие старики, женщины и дети, прицельные выстрелы из гранатометов, танков, пулеметов, тяжелые артиллерии по мирным жителям. Видя эти кадры, наверное, у каждого кыргызстанца сердце обливается кровью. Вроде бы новости хорошие. Жители сел Максат, Чаштык, Досту, Карка начали возвращаться в свои дома. Но есть одно «но». Их дома были полностью уничтожены. Так как в некоторых приграничных селах были сожжены дома, часть вынужденных беженцев остались без жилья. Им некуда возвращаться. Напомним из зон боевых действий в Баткенском и Лилекском районах. Из своих сел были эвакуированы около 33,5 тысяч человек. Из них свыше 14 тысяч взрослые. А 19 тысяч – дети. Как государство будет восстанавливать уничтоженные огнем дома, пока неизвестно. Товарова, газ, бензин, солярка. В ходе военной агрессии Таджикистана на приграничные районы Кыргызстана разрушены 78 жилых домов. Сгорели или были разрушены две школы. Один фельдшерский-акушерский пункт, один детский сад, одно здание милиции, три пограничных поста, 10 заправок и 8 магазинов. Сумма ущерба все еще подсчитывается. На вертолетах Ми-24 таджикские военнослужащие обстреливали жилые дома кыргызстанцев. Они использовали авиационные ракеты, обстреливая ими с воздуха. Одну из таких жителей обнаружили внутри дома в селе Ортубос. Боеголовка продырявила стену строения и благо не сработало. Дома находились старики и дети. К счастью, жильцы не пострадали. Об этом стало известно вчера, когда стороны начали совместную работу по осмотру пострадавших сел Баткенского района и водораспределительного узла Коловной. К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства банкроты. Война – последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока. Отвратительная спекуляция мошенников и аферистов. Французский писатель и общественный деятель Ромен Ролан. Общество сейчас волнует вопросы, почему это произошло и куда смотрели спецслужбы. Как оказалось, о назревающем конфликте чекисты прекрасно знали, но не думали, что дойдет до такого. Об этом накануне при встрече с жителями Максат заявил глава ГКНБ Канчебек Ташиев. Никто не знал, что будет конфликт. Это было невозможно знать. Но нам было известно, что в какой-то степени обстановка на границе обостряется. Мы предприняли соответствующие меры. Техника была подготовлена и благодаря этому предотвратили крупное столкновение. Наших сил хватило бы, но мы поступили по принципу «не надо сжигать рубаху из-за блохи». И это не все. Как выяснилось, таджикская сторона восстанавливать разрушенные объекты не будет. Как заявил Канчебек Ташиев на встрече с жителями села, у Кыргызстана хватит и своих сил и возможностей. И пообещал, что к осени все будут жить уже в новых домах. Мы своими силами построим дома для нашего народа. Если таджикская сторона когда-нибудь раскается в содеянном и обратится с предложением восстановить нанесенный вред, то мы это рассмотрим. Сейчас мы не будем обращаться к Таджикистану. Восстановление разрушенных зданий начнется в течение недели. К осени все будут жить в своих новых домах. Договорились, во-первых, отвезти войска от границы. Во-вторых, каждая сторона оставит за собой участки, которыми она владела до конфликта. В-третьих, создали комиссию по контролю за исполнением договоренностей. Ташиев коротко рассказал, к чему пришли правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана в ходе переговоров, которые состоялись 1 мая и продлились до трех ночи. Число пострадавших на сегодня составило уже 179 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Алымкадыр Бейшиналиев. По его словам, некоторые населенные пункты были отрезаны от помощи, поэтому люди не могли своевременно обратиться к врачам и поступают в больницы только сейчас. Травмы они получили 29-30 апреля. Меж тем, замглавы Минздрава Ализа Султункулова на брифинге сегодня сообщила, что от полученных огнестрельных ранений скончался еще один пострадавший. Это 54-летний житель села Максад. Количество жертв военной агрессии Таджикистана таким образом возросло до 35 человек. По факту массового убийства кыргызстанцев на участке Головной возбуждено уголовное дело. В МВД сообщили, что 29 апреля в этом месте после массированного минометного обстрела с таджикской стороны были обнаружены свыше 25 тел жителей кыргызских сел. Отмечается, что входят в список 34 погибших. Всего, напомним, органы внутренних дел нашей страны зарегистрировали 11 материалов по фактам преступлений, совершенных в ходе вооруженного нападения Таджикистана на Кыргызстан. Накануне в Баткенскую область были отправлены 20 опытных сотрудников Следственной службы МВД для качественного расследования преступлений и оказания помощи следователям УВД региона. По данным МВД, сейчас идут досудебные производства по статьям «массовые беспорядки», преступления против мира, хулиганство, уничтожение или повреждение чужого имущества, незаконное пересечение государственной границы и убийство. В том числе материалы зарегистрированы по факту смерти 12-летней девочки в Лилекском районе, погибшей в результате обстрела из орудий, по факту обстрела автомобилей на трассах, где также имелись жертвы среди мирных граждан. Возбуждено также дело по факту захвата в заложники десятерых каргастанцев. Каргастанцы, обучающиеся и работающие в Германии, вышли на пикет к посольству Таджикистана в Берлине. Они требуют официально признать военную атаку Таджикистана вторжением на территорию нашей страны и актом военного преступления. Соотечественники также просят решить вопрос границы и не допускать больше кровопролитных столкновений с применением оружия. Ранее с требованием к властям заставить Таджикистан возместить ущерб семьям пострадавших обратились представители гражданского общества. Начался сбор подписей под петиции о действиях таджикских военных на территории Кыргызстана для подачи документа СовбезООН. И пока на этом все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»